Здравствуйте, в эфире время арт. Что есть жизнь, что есть театр, мы знаем все. И все мы актеры, об этом мы тоже знаем. Но вот театр детский, это зачастую загадка. У нас в гостях драматург, руководитель детской театральной студии Ольга Белова. Игра в театре – это же процесс какой-то такой детерминированный, это же нужно вжиться, изображать трудно. Детям, вот как они втягиваются в театр, именно в пьесу, это же безостановочное дело. Да, это очень сложный, долгий очень процесс. Если в обычном театре взрослом, я знаю, спектакли ставятся там за месяц, два, может быть, три месяца, то детский спектакль обычно готовится полгода, иногда даже год. И процесс, который мы проходим, это тот же процесс, как и во взрослом театре, как режиссер работает над спектаклем. От первоначальных читок, опробирования роли, то есть какая роль кому из деток подойдет. Скажите, вот вживаются ребята в роль, для меня, честно говоря, это загадка в чем-то даже. Ведь это же не просто нужно произносить текст, да? Это нужно вжиться в роль. А если она отрицательная? А он такой хороший человек или она такая хорошая девочка? А как сыграть того же Карабаса? Мы находим какие-то такие вкусности в роли, и я объясняю, что тебе интересно это будет, над чем мы будем работать, что именно будет интересно для тебя, и ты попробуешь себя в этой роли. То есть я говорю, что чем больше они играют, чем больше ролей, тем они повышают свою что ли... Внутренне растут как-то, да? Да, внутренне растут, да, и актерски они становятся более веришь. Сами дети, они что, все актеры могут быть? Или все-таки среди них есть такие, которым роль не подойдет или вообще не подходит это? А они хотят, пробуют. Потому что взрослые, понятно, мы все актеры, там, Мальеровская, да, это можно пошутить и посмеяться. А дети? Вы знаете, что, ну, у меня такое, я говорю только лично себя, да, у меня такой подход. Каждый ребенок талантлив. У каждого ребенка, у каждого актера есть свои плюсы, свои минусы, есть свои недостатки. Так вот, моя задача как педагога, моя задача как режиссера, этого ребенка в спектакле представить выгодно, да? Да, я очень часто пишу сама тексты для своих учеников, то есть я их знаю, и я для них пишу роли. Я дописываю эти роли и подбираю под них, чтобы их недостатки маленькие какие-то, да, или природные недостатки, чтобы они пошли на пользу постановки. Да, на пользу, да. Я считаю, что каждый ребенок талантлив. Главное, как к нему подойти. А репертуар, как вы подбираете репертуар, исходя из того, кто к вам приходит, вот из этих своих будущих актеров, из студийцев, или варьируете как-то, чтобы это было и сказка, и потом, наверное, же не только сказка, да? Не только сказка, нет, я беру абсолютно очень разные тексты. Например, последний номер, который мы сделали, «Ох уж этот мистер Берман». То есть за основу был взят текст, это реальная переписка, была опубликована в лондонской газете, вот, клиента с отелем. То есть я брала этот текст для семиклассников, клиент выражал недовольство сервисом в своем номере. И вот это такой с иронией номер очень там, 54 куска мыла в номере, вот, только девочка сделала за вечер 54 бумажных кусочков мыла, да. Мы с этим номером выступали, то есть я адаптирую этот текст. Я смотрю, очень важно, чтобы не просто они играли те сказки, которые были раньше, да, на которых росли мы. И я хочу, чтобы в первую очередь им было интересно. Я стараюсь всегда искать тексты, ну, стараюсь современные, чтобы они отвечали, то есть были актуальны для них, и какие-то проблемы поднимать те, которые будут интересны и им. То есть чтобы они могли в номере, в том же театральном посмеяться над собой, над своими ошибками, над своими какими-то глупостями, да. Там красивая девочка, она считает себя не очень красивой, да. Значит, мы берем с ней стихотворение «Некрасивая девочка», ну, не всегда посмеяться, да, и погрустить, вот, и задуматься над чем-то. То есть я всегда стараюсь брать материал, который будет интересен им. Они какие-то, они привыкли, они пришли сюда, они все свое домашнее, школу, учебу, они все оставили там, за порогом. Они пришли заниматься искусством, они пришли заниматься театром, тратить свою энергию или пополнять свою энергию, они пришли работать. На сегодняшний день вы что-то можете отметить из того, что уже сделали? Это постановка в Купаловском театре, пьеса про годы Заранки и Янки. То есть для меня это был интереснейший опыт работы с режиссером Лилявским, с работы с Купаловским театром, с актерами. Вот, и, наверное, это пьеса, которую я написала, селфи с царем, которую я написала для Вашингтонской театральной студии. И мы делали такой эксперимент, то есть театральная студия Натальи Едиденко в Вашингтоне ставила спектакль по моей пьесе, и этот же, то есть спектакль по этой же пьесе ставили мы с учениками. И потом мы обменивались видео, и очень интересно было. То есть мы абсолютно два разных режиссера, по-разному к этому подошли, и дети, актеры тоже абсолютно по-разному. Если у нас был спектакль с видеопроекциями, у нас абсолютно разный подход. А там спектаклем еще занимались и режиссеры в ГИКа, то есть они там работают в этой театральной студии. Да, поэтому там тоже были видео. У них как эксперимент получился, да? Да, как эксперимент, да. То есть мне интересны такие проекты. А если какая-то тема, именно тема, которую Вы как драматург хотели бы даже написать, может быть, и поставить именно с детьми, с детской студией? Потому что, наверное, со взрослыми это одно, а вот именно с детьми. Я бы хотела написать пьесу и по этой пьесе поставить со своими учениками спектакль, после которого детки, которые там, вот у них переходный возраст, депрессия, чтобы они поверили в себя и поднимать какие-то насущные проблемы, именно подростковые. То есть для меня это интересно. Уже была такая попытка написания «Принцы тайны Атлантиды». Я пыталась написать пьесу о мальчике, вернее, я написала, она утеряна. Мы ее когда-то начали репетировать, но она была утеряна. А мальчике, который живет без соцсетей, он артист цирка, и он приезжает временно в город Могилев и в обычной школе. Вот он будет зиму там в классе, он приходит как новичок в этот класс, и как его воспринимают, как над ним сначала смеются, что как это он без соцсетей, как это он вообще живет. И он знакомит этих деток уже с миром цирка. То есть он, да, и вот чтобы это была смесь реальности, да, и праздника вот этого циркового, яркого всего. То есть вот такая идея у меня есть, вернее, она была написана, эта пьеса, но и главная героиня – это девочка, которая мечтает о принце, да, и там как раз было не принц, а принц, потому что это девочка, которая знает всех богатых женихов, и она уже подрассчитала, сколько ей будет лет, сколько им лет, и за кого она там выйдет замуж. Вот она на себе повернута, и она влюбляется в этого мальчика, абсолютно простого, который приводит ее в цирк. Совсем не цирка, который мечтала. Да, и знакомит просто с животными, со своим цирковым искусством. Ну, вообще, это тот вариант, когда искусство может и не только лечить, но и помочь что-то разобраться в себе, это серьезно. Дай бог вам удачи в этом начинании. Спасибо большое, спасибо большое. Играть, развиваться, двигаться вперед – все это театр и все это жизнь. Спасибо. Мы говорили с драматургом, руководителем детской студии театральной Ольгой Беловой. Когда слышишь слово «шапито», сразу понимаешь, о чем речь – о цирке. О зрелищном искусстве, об особом мире цирковой жизни говорим сегодня в программе «Время арт». Мой гость – цирковой артист, дрессировщик, иллюзионист, продолжатель цирковой династии, основатель и руководитель цирка «Шапито Дива» Серж Бондарчук. Серж, скажите, работа в цирке – это работа для каких людей? Это работа для всех, вообще для всех категорий людей. Но вы имеете в виду для кого? Для артистов или для зрителей? Про что вы сейчас говорите? Про артиста. Про артиста? Для психов. Это абсолютно ненормальный, сложный мир для людей, которые больны своей работой. Артист цирка – это иногда со стороны настоящий сумасшедший. Кто может жить вот так в поле, с лопатой, в руках, потом в белом костюме, выходить в гриме красивым, и потом возвращаться, допустим, на конюшню одевать. Чистить конюшню. Да, одевать сапоги или там летом какие-то резиновые тапочки, и там с утра до ночи копаться. Даже если ты не дрессировщик. Жить в вагончике, этот быт, это все, и выйти, и быть принцем, понимаете. Сложно, очень сложно. Этот процесс, как в литейке, знаете, нельзя останавливать. Ты остановился, металл остыл. Слово «профессионал» для артиста цирка. Насколько это важно? Мне кажется, что здесь это не просто профессионалы, а суперпрофессионалы. Ну вы знаете, у меня в программе есть некоторые люди, которых я профессионалами назвать не могу. Потому что профессионал – это не просто тот, кто зарабатывает этим ремеслом деньги, а который имеет большой опыт работы. У меня много юных артистов, которые еще не стали профессионалами. Но они уже, так сказать, делают свои… Ну это дело времени. Это дело времени. И набить руку, и понять, что такое цирк, и как с этим зрителем общаться, это ни одно цирковое училище не научит. Человек выходит в цирковое училище, ему надо еще… Ну поэтому часто и бывает, что в цирк попадают те, кто с родителями, дети цирковых артистов. Конечно. Это лучшее, что может быть. Это лучшая школа. То есть вот это школа жизненная, да? Лучшая. Хотя есть примеры, когда люди абсолютно со стороны, как мы их называем, в цирке, они стали там гениями просто, реально. И история цирка, легенды. И никто из их семей никогда не имел никакого искусства отношения. Там папа какой-нибудь инженера, мама вообще там уборщица, и человек становится… То есть бывает и так, и так. Да, бывает по-разному. Талант – это тоже очень важно. Вы упомянули фразу «зарабатывать деньги». Для вас цирк все-таки – это больше искусство, либо бизнес? И то, и другое. Цирковых детей всегда учат родители, говорят, сделаешь номер – будешь иметь кусок хлеба. Не будешь голодным. Что значит «сделаешь номер»? Это же не так просто. Нужно найти себя. Все цирковые дети с детства занимаются всем. Они жонглируют, стоят стойки, прыгают акробатику, растягиваются, пытаются дрессировать. Все, что рядом с ними находится, их заставляют делать. И потом, со временем, они какой-то жанр для себя выделяют. А, то есть это изначально непонятно, кем ты будешь, да? Абсолютно непонятно. Ну, допустим, если это сын дрессировщиков слонов, то, конечно, 90% того, что он станет уже работать со слонами. Потому что с детства он помогает родителям. Увидеть это все сам, да? Да, но не факт. Допустим, я видел своих коллег, которых дети просто боятся живут. Папиных животных боятся. Или не хотят, или видят какое-то, может быть, нехорошее отношение к животным. Такое бывает? Бывает, конечно. То есть вы не скрываете это? Я этого не скрываю. Все в цирке знают, что бывают дрессировщики, которые любят своих животных, а бывают садисты. Скажите, пожалуйста, а вот может ли цирк быть итогом амбиции руководителя, директора? Либо все-таки это общее детище, дело общее, команды? Вы знаете, быть директором цирка Шапито частного – это не амбиция. Это скорее наказание. Я воплощаю какие-то вещи, которые мне приносят большое удовольствие со своей работой. То есть я вижу человека, который только начинает. И вот он на моих глазах растет, становится артистом. Мы делаем программу, грубо говоря, из ничего. Ведь приехали люди, допустим, с десяти разных уголков. Мы шьем костюмы, делаем музыку, делаем постановки, сводим в этот какой-то спектакль. Я написал сценарий. Чтобы довести его до логического финала, до того, что было задумано, проходит не один день. Мы делали новогоднее представление с той же историей, по факту. А сегодня этот спектакль выглядит абсолютно по-другому. То есть он уже все равно сформировался в цирковое представление с сюжетом. Ну, как сейчас модно во всех самых лучших цирках. Это модно, да? Вставлять сюжет? Модно, конечно. Есть мода на все виды искусств. Допустим, сейчас запрещают везде потихонечку работу животных. Какие у нас есть альтернативные варианты? Запрещают? Это тенденция белорусского цирка, цирка Беларуси? Нет, мы говорим не про Беларусь. Мы говорим о всемирном цирке. Все артисты цирка являются шестеренками в мировой цирковой системе. Нет циркового артиста, который всю жизнь сидит дома в Беларуси. Это плохой артист, который никому не нужен, скажем так. И если человек едет на гастроли с Беларусь, это не значит, что он покидает там родину. Это такая сущность, такая работа. Он поехал, он может там и 10 лет ездить где-то. Значит, он востребован, но все равно он должен оставаться белорусским артистом. Ну, так я понимаю. Для вас это важно? Для меня это важно, потому что есть принципиальные вопросы в нашем искусстве. У нас есть конкурсы, соревнования. И, допустим, если... Ну, была со мной такая история. У нас есть белорусский акробат Родион. Он занял золото в Монте-Карло. Приехал и пошел ко всем. Ну, я же белорус. А все говорят, ну, ты же работаешь в Дюссале. И что? Работаешь в Дюссале. Ну, я же белорус, значит, я достиг. Он говорит, нет. Вот если бы ты здесь достиг, а где здесь мы можем... У нас свой мир. Монте-Карло. Москва. Сингапур. Ижевск. Нет, Сингапур – это место для гастролей. Есть мировые точки развития цирка. В Америке... Ижевск, да. Ижевск, да. Я там неоднократно работал, и в жюри присутствовал, и как артист работал. Эти точки дают жизнь всему мировому цирку. Получается, вы все друг с другом периодически встречаетесь? Абсолютно. Эти шестеренки переходят друг к другу? Все артисты цирка в мире знают друг друга. Как получается уживаться, в принципе, в такой многонациональной, многокультурной семье цирковой? Ну, вы знаете, вот взять, допустим, с Украины, мои друзья, я их позвал и упрашивал в эту программу. Они всю жизнь отработали не в Украине. Они дома никогда не бывают. Америка, Латинская Америка, Канада, Япония, Австралия. Потом они работали много на круизах. Сейчас есть огромные корабли, где берут целиком цирковые номера. Аттракцион с тиграми работает на корабле. То есть до такого уровня уже дошли. И эти люди, они уже не совсем артисты с Украины, на самом деле. Беседуя с вами, я начинаю понимать, что цирковые артисты – это вообще люди без национальности. Без. Без. Вот у нас есть пример. У меня друзья в Минске есть. Они из Осетии. Они здесь осели, в Беларуси. Вот мы его называем дядя Боря. У него есть сын. У него паспорт, по-моему, белорусский. Родился он в поезде между там, да, там, ну, к примеру, да. Ты кто, вопрос? Да. То есть все непонятно откуда. То есть вроде бы он осетин. Но все делают общее дело. Да, просто артист цирка. Мы делимся на две категории. Хороший и плохой. А плохих артистов цирки держат? Вы знаете, был такой старый советский анекдот, когда директор цирка звонит в главку этого управления, которое раздавало программы и говорит, дайте мне, пожалуйста, одного народного. Три заслуженных и пару хороших номеров. Вот. Ну, такой анекдот, да. Мы знаем всех наших талантливых артистов по именам. Вы уже сказали, что животные немножко уходят. Так? Ну, заставили это сделать. Потому что мы ездим, как я вам сказал. А есть страны, которые полностью нести запрет. И это сегодня расползается. И недалек тот день, наверное, все-таки к сожалению. Когда животных запретят вообще в цирке. Поэтому нужно быть к этому готовым. То есть цирк без животных возможен, да? Но сейчас пока представляют все... Вы знаете, что возможен, но он не так интересен. Он не так интересен. И это, наверное, нужно, чтобы выросло новое поколение. Я уверен, что наши дети, которые сейчас малыши, они уже и не захотят смотреть на коников и собачек. Это люди другого мира, другого времени. Они захотят летать там куда-то на парашютах, на самолетах, на каких-то новых работать устройствах, гаджетах. Им это уже дрессированное окошко будет все равно. Я это увидел в Японии. Сюжет появляется, да? Это модно, это правильно или как? Вы знаете, всегда были программы с сюжетами. На самом деле это не изобретение нынешнего века. Это всегда было. Ведь театр и цирк всегда переплетались. Особенно на улице, когда это происходило. Но сегодня, скажем так, они более сказочные эти представления. Да, вот даже у нас летом, раньше это была только елка на Новый год, да? Пришли детки, много маленьких. Ой, Снегурочка, Дед Мороз, там Бармалей какой-то, Карабас-Барабас и все. А сейчас уже людям интересно. И возникают новые персонажи, которые не существуют ни в мультфильмах, ни в фильмах. А существуют только в цирке. Потому что цирк – это немножко выделенная такая история. Но все-таки большинство аудитории – это дети основная, поэтому им сказка нужна. Вы знаете, удивительно, дети – это у нас. А если вы зайдете в Дюссалей, допустим, я не рекламирую этот цирк, это цирк – мой конкурент. Я просто привожу как пример, потому что они реально круче всех. Если вы зайдете там в зал, там детей нет. Дети – это не взрослые. Я был там в Мадриде, был там в Америке, там-там-там-там. И детей мало. Или их вообще нет в зале. Идут смотреть взрослые. И это круто. А программа «Цирка Шапито» – она сильно отличается от программы стационарных цирков? Конечно, в стационаре есть больше технических возможностей. Абсолютно больше. Но атмосфера цирка «Шапито» – она уникальна. Понимаете? То есть, если ребенок идет маленький в цирк «Шапито», я уверен, что он это запомнит на всю жизнь. Отлично, отлично абсолютно вещи. Но стационары существуют только в бывшем Советском Союзе. Один цирк есть в Англии, один цирк есть в Испании стационарный, там старинный. Это переделанный театр. А весь мир работает в Шапитое. Дюссалей работает в Шапитое, кроме Лас-Вегаса. И билет стоит в такие знаменитые цирки от 50 до 150 евро. А в Америке, в Ринглинг, который недавно закрылся, до 2500 долларов стоит билет. И люди ходят? Ходили? Аншлаги. Хозяин закрыл цирк в Америке из-за того, что запретили животных. Он сказал, я не буду работать по-другому. Спрос падает в мире. На цирк? Да. А почему так происходит? Интернет съедает все. Интернет у нас забрал все. То есть, все развлечения, воспитание, образование. Все сегодня в интернете. Цирк в интернете. Насколько для цирка важна разножанровость? Наверное, очень важно. Если мы делаем иллюзионное шоу целиком, в иллюзии тоже много жанров. Как бы все это фокусы. Но вот у меня ребята работают и большую иллюзию, и микромагию, и манипуляцию. И это все под жанры. То же самое, как и жонглирование. Понимаете? Один жонглирует булавами, другой мечами, кольцами, хула-хупами, маленькими, большими. Разными предметами. Цилиндрами. Сигарами. Фруктами. И все это выглядит по-разному. Понимаете? То есть показывать одно и то же на протяжении двух часов, где-то стандартные программы, да? Ну, люди, конечно, уснут. Потом есть музыкальное сопровождение, темп программы. И еще раз скажу, как у нас сюжет. А представляете, что такое сделать с разными цирковыми жанрами сюжет? Сюжет, да. Это очень сложно, на самом деле. Я иногда сам теряюсь. Я придумал эту сказку. Ну, много же представлений идет. Я вот выхожу, рассказываю. А что-то там дальше у нас. Куда мы идем с клоунами? Ну, на самом деле, запутанная такая, немножко сумасшедшая история. Но, на мой взгляд, она уже шагнула немножечко вверх. Вот, если мы возьмем все белорусские наши цирковые дела, она уже переступила какую-то грань. Ну, как вам сказать? Простоты, наверное, если хуже не сказать. Мы уже немножко выросли. Кстати, вот вы упомянули клоунов. Правда ли, что клоун – это одна из самых сложных, всеобъемлющих? Сегодня самый востребованный жанр в мировом цирке – клоуна. Клоуна, да. И клоуны зарабатывают порой больше, чем дрессировщики тигров. А почему? Люди больше любят смеяться, улыбаться, чем… Нет, это редкий жанр, понимаете? Ну, как вот… И профессионалов клоунов, наверное, мало. Конечно. Стало мало. Их было много. Стало не модным быть клоуном. Стало модным быть банкиром, бизнесменом или еще кем-то. Понимаете? И ребенок, когда формирует свою психологию, психику с возрастом… Вот что, вы кого-нибудь слышали? Я хочу стать клоуном. Ну, наверное, это был очень странный ребенок. Я хочу стать клоуном. А раньше, когда они смотрели телевизор, ведь телевидение формирует звезд. Олег Попов, Ингибар, Карандаш, Никулин. Серж, ну все же, почему человек, не важно, ребенок это или взрослый, идет в цирк? Зачем он идет? Потому что в цирке можно увидеть то, что не увидишь нигде. Там работают люди, которые умеют то, чего не умеет никто больше. Только в цирке можно это увидеть. Вот и все. О самом зрелищном искусстве, о цирке, о необычной цирковой жизни мы говорили с нашим гостем, руководителем и создателем цирка «Дива» Сержем Бондарчуком. Редактор субтитров А.Семкин